Рахмет, ботогыз. Армасынар, Казахстан Республикасы президент жанда орталық коммуникациялар қызметі баспасөз конференциясын бастайды. Бүгінгі баспасөз конференциясы көмір сөлтек шеккізат бойынша жер қойнауын пайдалану, саласын, дамыту тақырыпына арналат, осыройда студиямыздың қонағымен танысып олыңыздар. Казахстан Республикасының энергетика Вице-министер Қарағаев Жумабайға басылы Жумабайға басылы студиямызға қош келдіңіз. Салғашқы сөзсізгін өзіңізде марғабады. Қайырлығын брифингке құрметті брифингке қатысушылар. Бүгінгі брифингтің тақырыпы көмір сөтекті шеккізат бойынша жер қойнау пайдалану саласын дамыту. Алайда баяндаманды біз тек осы саламен шектелмей, менің құзіретіме кіретін барлық салаларды қамтуға тұрсамыз. Мен мұнадай салаларға дамытуға жетекшілгейтемін. Көмір сөтектер шеккізат саласында жер қойнау пайдалану дамыту, жергілікті қамтуды дамыту, ғаз саласын дамыту, және көмір сөтектер мен жер қойнау пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау. Көмір сөтектер шеккізат саласындағы жер қойнау пайдалану дамыту жөнді. Қазақстанның мұнай ғаз кешегінің еліміздің дамытуға айтарлықтай рөлі бар, өйткені ол ел бюджетіне салық түсімін, инвестицияның жұмыс орның айтарлықтай бөлігін қамтамасы едеді. Осыған байланысты жер қойнау пайдалану дамыту мәселелері маңызды және басын мақсатты болып табылады. Жер қойнау пайдалану саласындағы жүргізіліп жатқан реформалар, жер қойнау пайдалану саласындағы басекеге қабілеттілікті, технологиялық және кәсіпей денгейдегі артыруға, инвестерліға қолайлы жағдай жасауға, жұмыслорның құруға және әлеметтік әләуқатты жақсыртуға бақытталған. 2020 жылдың қортындысыны сәйкес, көмірсу тектер бойынша 251 келісім шарт жасалды. Оның ішінде барлау 45, өндіру 85, бірлескен барлау және ғондару 110, өнімді бөлі туралы келісім 11. 2020 жылдың қортындысы бойынша, геологиялық барлауға салынған инвестициялардың көлемі 137 бүтін онынан 6 миллиард тенгені құрады. Бүгінгі тәңді, министерлік жер қойнауын пайдалануға арналған құқты беруді көмірсу тек шекіз аты саласынды жүзеге асырады. Сонымен қатар, жер қойнауын пайдалануға арналған құқты алу ұлттық компанияны қоспағанды электрондық аукцион арқылығана мүмкін. Оған тікелі-келіс сөздер негізінде жер қойнауын пайдалануға құқық берледі. 2020 жылғы бірінші құрқы екте бастап, тәуісіздік жылдарында министерлік алғашқырет жер қойнау пайдалануға электронды аукцион өткізуді ұйымдастырды. Қазақстан Республикасы энергетикі министерлігі Батыс Қазақстан Атырау және Ақтобе ұлттындарды 10 жер қойнау ұчасқысы бойынша 2020 жылғы 28-ші құрқи екті интернет ресурстарында алғашқы электрондық аукционды жарялады. Бірінші аукцион бойынша қол қойлатын бонустың жалпы сомысы 61 миллиард тенге жер жеті қойнау ұчасқысы бойынша аукцион жегінпаздары анықталды. Қол қойу бонустарының бастапқы мөлшелері 230 есе-есе көп. Сағыс, Қарабау, Бегайдар, Балқыдық және қошалақ ұчасқылер бойынша аукционның 5 жегінпазданан 1 жарым миллиард тенге сомысы қол қойу бонустары келіп түсті. Бәрліқ ұчасқы бойынша келісім жарттар жасалды. Сарайшық және забұрын ұчасқылер бойынша 59 бүтін 10-нан 6 миллиард тенге сомысындағы қол қойу бонустары бюджетке түспеді. Кәзіргі уақытты көмірсу тектер бойынша жер қойнау пайдалану, Құқығын беру жөндегі комиссияның осы ұчасқылер бойынша жегінпаздаралы шешім жойылды, ұчасқылер аукционға қайта қойылатын болады. Сонда аяқ, аукцион өткізі өтніш берген тұлға мен аукционды өткізбеген жағдайда, аукцион өткізігі өтніш берген тұлға қол қойу бонусын бастапқы мөлшелдерін төлеген кезде, аукцион жегінпазы келісім шарт жасау үшін осы кодексін жүзінші бабында белгеленген тәртіппен осындай тұлға мен жер қойнау пайдалануға келісім шарт жасалады. Осыған байланысты үш ұчасқы дереш, бестерек ұштаған бойынша 134 миллион тенгеге қол қойу бонусы төленді. Бірінші аукцион қортынсы бойынша сегіз жер қойнау ұчасқысымен келісім шарт жасалды. Көмірсу тектер бойынша жер қойнау пайдалану құқымен беруге екінші электронды аукционды министерлік Ақтубе, Атырау, Қызылорда, Қарағанды және Түркістан облыстындарда орналасқан 15 жер қойнау ұчасқысы бойынша, 2021 жылғы 23-ші қантарда министерліктің интернет ресурстарында жариялады. Екінші аукционы қортынсы бойынша, 10 ұчасқыге бюджетке түсетін қол қойылатын бонустың жалты сомысы 9 бүтін 10-нан 3 миллиард тенгені құрады және бүгінгі бәрлік объектілермен келісімшарт жасалды. Ағымдағы жылдың соңына дейін министерлік 25 жер қойнау ұчасқысы бойынша, тағыда бір аукцион өткізуді жоспарлауды. 2021 жылы 25 келісімшартқа қол қойылды, оның үшінде жер қойнау пайдаланың құқығын берінің және өндіруге көшу нәтижелері бойынша. 2021 жылы бірінші шілдегі жағдай бойынша бәрліғы коммерсу тек бойынша 276 келісімшарт жасалды. Екі электрондық аукцион өткізу нәтижесінде жер қойнау және жер қойнау пайдаланың туралы кодекске электрондық аукцион өткізу бөлігінде өзгерістер еңгізу қажеттілігі туындады. Атап айтқанды, қол қойу бонусының бастапқы мөлшелерін кемемес мөлшелерде аукционға қатышылардың кепілдік жарнаны еңгізу. Аукцион жегімпазы қол қойылатын бонустың түпкілікті мөлшелерін төлемеген жағдайда, екінші қатыш үшіні аукцион жегімпазы деп тану. Жылы жылына екрет көп емес аукцион өткізу өшектеуді алыптаста мәселесі пысық толыды. Бүнгі таңда энергетика министрілігі мүдделі мемлекеттік орғындардың жер қойнауы пайданалушылардың және салылық қауымдастықтардың қатысуымен тиісті жұмыс тобын құрды. Жер қойнау және жер қойнау пайдаланы туралы Қазақстан Республикі кодексінің 103-105-ші баптарыны сәйкес, тікелі-келіс сөздер негізінде көмірсөктіктер өндіру ұсаласында ұлттық компания Қазмұнайғаз акционерл қоғамына жер қойнауын пайдаланыға құқығы берледі. 2020-2021 жылылары Қазмұнайғаз акционерл қоғамымен Каспи тенізінің қазақстандық секторында орналасқан Альфараби жер қойнау ұчасқысы бойынша, және Қызылорда ұлттыңда орналасқан Тұрғай Палиазой жер қойнау ұчасқысы бойынша, Коммерсотектерді барлауға және Ундруге жерқойнау пайдалану Коммерсотектерді барлауға және Инвестиция көлемі 20 миллиард тенгені қырайды. Казыргы уақытты Тұрғай пайләзөй жерқойнау ұчасқысы үшін Жыз миллион тенге мүлшелерінде қол көйу бонусы төлінде Жобаға салынаттын инвестиция үон бүтін үоннан үш миллиард тенгені құрайды Келесімшартха қол көйу күтлюде О развитие местного содержания В настоящее время министерство Уделяет большое внимание развитию местного Содержания в закупках товаров, работ и услуг Недропользователі. По итогам 2020 года Отраслевой показатель доли местного Содержания составил 46% Или в денежном выражении 2,5 млрд тенге Процентным соотношением Порядка 70% объемов закупов товаров, работы и услуг Приходится на трех крупнейших операторов Это тенге «Шевройл», «Карачаганако-петролиум-оперетинг», «Нордкальспен-оперетинг», 13% на группу компаний АО «Фонд национального благосостояния» «Самрук Казна» и 8% на остальных недропользователі. Вместе с тем министерством реализуются две инициативы, направленные на развитие местного содержания. Это центр машиностроения, который создан для решения вопросов несоответствия техническим требованиям и повышения промышленной компетенции местных товаропроизводителей, необходимых для крупных нефтегазовых предприятий. И Фонд прямых инвестиций развития местного содержания с целью инвестирования в казахстанские предприятия. Благодаря таким инициативам мы должны выстроить свою систему производства товаров для нефтегазовой отрасли. О развитии газовой отрасли. Газовая отрасль Казахстана сегодня одна из самых динамично развивающихся в отечественной экономике. Добыча газа растет, ширится сеть газопроводов. По запасам газа Казахстан занимает 22 место в мире и 3 место среди стран СНГ после России и Туркменистана. В государственной комиссии по запасам утверждены извлекаемые запасы газа в объеме 3,8 трлн кубических метров. Порядка 98% всех разведанных запасов газа сосредоточено на западе Казахстана. При этом 87% в крупных нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождениях. По своей структуре добываемый газ в республике в основном является попутным нефтяным газом. Природным газовым и газоконденсатным месторождением Казахстана относятся месторождения Амангельда и Шагарлашомшта. Около 90% добычи газа в Казахстане обеспечивают проекты Карачаганак, Кашаган, Тингиз и Жанажол. В целом по республике насчитывается 79 газодобывающих организаций, из которых порядка 23 компаний реализуют газотранспортную систему для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и экспорта. Так, по итогам 2020 года добыча газа нефтегазодобывающими компаниями республики составила 55 млрд кубических метров, что более 7 раз превысило уровень добычи газа к 1991 году. При этом порядка 17 млрд газа, а это 31% от добытого попутного нефтяного газа, закачано обратно пласт для поддержания пластового давления. 10 млрд кубических метров использован на выработку электроэнергии и другие технологические нужды недропользователей. Из переработанного в объеме 27,7 млрд кубических метров направлено на потребности внутреннего рынка – это 17 млрд кубических метров и на экспорт – 10,7 млрд кубических метров. В связи с развитием экономики Казахстана, в связи с вводом новых энергетических мощностей растет потребность внутреннего рынка. В ближайшей перспективе, по нашим прогнозам, потребление внутреннего рынка страны будет расти и к 2025 году достигнет 25,7 млрд кубических метров и к 2030 году – 30,2 млрд кубических метров. Покрытие растущей потребности ожидается за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений, которые находятся на различных этапах разведки. С девятью нейтропользователями имеются контракты на разведку и добычу с 11 месторождений с извлекаемыми запасами газа в объеме 187 млрд кубических метров. Ожидается, что своевременный ввод в эксплуатацию данных месторождений, а также ввод дополнительных газоперерабатывающих мощностей на действующих предприятиях, приведет к увеличению объема газа на 8,1 млрд кубических метров в 2025 году и на 8,4 млрд кубических метров в 2030 году. В рамках реализации посланий главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года поручено провести поэтапное увеличение объемов торгов с жижным нефтяным газом через электронные торговые площадки. Во исполнении данного поручения разработаны и приняты соответствующие поправки в закон о газе и газоснабжении, согласно которым предполагается полный переход реализации жижного нефтяного газа через электронные торговые площадки к январю 2022 года. В рамках данных поправок с Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан был согласован график, которым предусмотрен поэтапный переход жижного нефтяного газа на этапы до конца 2021 года до 80% от общего объема реализации жижного нефтяного газа, за исключением реализации жижного нефтяного газа для промышленных предприятий, использующих данный газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции и абонентов, потребляющих данный газ через групповые резервуарные установки. Кроме того, с целью снижения административных барьеров для бизнеса с 1 января 2022 года предполагается отмена Института аккредитации газосетевых организаций. Внедрение механизма реализации жижного нефтяного газа через электронные торговые площадки позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли, достичь баланса интересов производителей и потребителей, сформировать экономически обоснованные ценообразования на жижный нефтяной газ, что позволит модернизировать заводы-производители, обеспечить прозрачность и транспарентность сделок на данном рынке, обеспечить надежность и стабильность газоснабжения страны и исключить теневой экспорт. О деятельности ЦКР я хотел бы остановиться отдельно. В целях обеспечения рационального пользования недрами при разработке и разведке месторождений углеводородов в соответствии с положительной практикой пользования недрами проводится государственная экспертиза базовых проектных документов и анализов разработки в сфере недропользования по углеводородам, которая осуществляется Центральной комиссией по разведке и разработке месторождения. С 1 января 2020 года государственная экспертиза базовых проектных документов претерпела ряд существенных изменений. Пересмотрены подходы и бизнес-процессы деятельности Центральной комиссии и процедура независимой экспертизы. В целях исключения контакта между недропользователем и независимым экспертом, функции по организации проведения независимой экспертизы с 1 января 2020 года возложена на оператора независимой экспертизы в лице Акционерного общества информационно-аналитический центр нефти и газа. Второе. В целях исключения субъективной оценки одним экспертом при проведении независимой экспертизы одного проектного документа предусмотрено назначение трех независимых экспертов. Состав Центральной комиссии расширен с 22 до 33 членов комиссии. В состав включены представители Национальной палаты Атамикен, объединение юридических лиц, а также высококвалифицированные специалисты, обладающие специальными знаниями и опытом работ в области геологии и разработки месторождения углеводородов. Приняты соответствующие нормативно-правовые акты, правила определения затрат оператора независимой экспертизы на организацию и проведение независимой экспертизы базовых проектных документов и анализов разработки. Требования по квалификационному отбору независимых экспертов для проведения независимой экспертизы базовых проектных документов и анализов разработки. Указанным приказом первые предъявлены требования по отбору независимых экспертов. В 2020 году состоялось 9 заседаний Центральной комиссии, в рамках которого рассмотрено 107 проектных документов. Из них положительное заключение государственной экспертизы получено по 88 проектам, а отрицательное заключение по 19 проектам. В первом полугодии 2021 года состоялось 5 заседаний Центральной комиссии, на которых рассмотрено 51 базовый проектный документ, из них положительное заключение государственной экспертизы получено по 38 проектам, а отрицательное заключение по 13 проектам. Коммерсу тектер мен жер қойнау пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау. Коммерсу тектер ғазбен жабдықтау және мұнай өнімдерін салаларындағы кәсіп орындарды бақылауды жүзеге асыру жұмысына жекте тоқталып кетін келеді. 2020 жылы 169 тек серу жүргізілді. Оның үшінде рухсат беру бақылауы 125, ғаж желісі үйімдарының аккредиттеу 17, және көмірсу тектер саласындағы лицензиялау 108, жоспардың түс тек серу 33, жер қойнау пайдалануға арналған келесіп шарты талаптарын сақтау бойынша 11. Жалпы сомысы 47 миллион тенгеге әкімшілік айыппұлдар салынды және өндірілді. 2020 жылы жер қойнауын ұтымсыз пайдаланған үшін 1 миллиард 833 миллион тенгеге сомысында залалы есептелді. Оның үшінде 646 миллион тенге өндірілді. Қалған 1 миллиард 187 миллион тенгеге сомысында жер қойнауын ұтымсыз пайдаланған үшін залалыды өндіріп алу бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. 2021 жылғы Қантар Маусым аралығында 94 тек серу жүргізілді. Оның үшінде рұқсат беру бақылау 62, жоспардың түс тек серулер жерма, профилактикалық бақылау 12. Жалпы сомысы 38 бүтін онынан 4 миллион тенгеге әкімшілік айыппылдар салынды және өндірілді. Бірінші жарты жылдықта жер қойнауын ұтымсыз пайдаланған үшін 740 миллион тенгеге сомысында залалы есептелілді. Оның үшінде 712 миллион тенге өндірілді. Жалпы бүгін сіздердің назарларыңызға мен жетекшілгі ететін сауылар бойынша қысқаша ақпарат құсындам. Баяндама аяқталды, назарларыңызға рахметті. Жынға байға басылаландғамзға келелебуізң әңізге жаққағы ғыздыға келді. Бұл күгін сіздерді. Журналистер ға 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 ғыздың сер ға ғығыздың ғыздың әғыздың ға ғыздың ғыздың ғыздың. Зарина Бесембіна, хабар жирматор терлері һарнасыз. Зарина, здравствуйте, вы на связи. Здравствуйте, меня слышно? Да, да, слышно. Мой вопрос звучит следующим образом. Ранее было заявлено, что введение углеродного налога в Евросоюзе негативно отразится на экспорте Казахстана. Как углеродный налог в Евросоюзе? Не слышно меня, да? Можно громче, пожалуйста, Зарина? Введение углеродного налога в Евросоюзе негативно отразится на экспорте Казахстана. Ранее в СМИ была такая информация. Слышно? Да, слышно. Вопрос звучит следующим образом. Как углеродный налог Евросоюза ударит по нашей экономике? И есть ли у вас анализ этой ситуации на сегодняшний день? И что вы сейчас предпринимаете, чтобы избежать больших потерь для экономики? Спасибо большое за вопрос. Как я уже отметил в своем докладе, данная сфера не относится непосредственно к моей курирмой деятельности, но я постараюсь ответить. Да, на сегодняшний день есть основания полагать, что в последующем введение данного углеродного налога негативно отразится на нефтегазодобывающей сфере. Первый вопрос, что есть альтернативные маршруты, это не поставка углеродного сырья в страны ЕС, а рассматривать альтернативные маршруты, это Китай или же страны Юго-Восточной Азии. Но и надо рассматривать такой вопрос, что как меньше при применении современных технологий показать, что в результате данных действий оказывают как можно меньше воздействия на окружающую среду. Спасибо. Зарина, еще вопросы будут? Включите микрофон, Зарина. Спасибо. Нет, вас не слышно все равно. Слышно меня? Теперь слышно, да. Можно уточнить, что значит альтернативные маршруты через Китай? Вот поподробнее, пожалуйста. Непонятно, потому что... На сегодняшний день, как вы знаете, основной экспорт нефти сосредоточен у нас страной ЕС. В данном случае, если предполагается, что данный углеродный налог будет применяться, то Казахстан будет рассматривать и альтернативные маршруты, чтобы преобладать в последующем, может быть, китайское направление или же другие альтернативные маршруты рассматривать. То есть, экспорт в другие страны, правильно я понимаю? Спасибо, Зарина. Спасибо большое. С нами на связи Тимур Башимов, Инфа Закон. Тимур, здравствуйте. Добрый день, меня слышно? Да, да, слышно. У меня такой вопрос в Министерстве энергетики. В 2018 году Министерство энергетики заявляло, что производство авиационного топлива сможет обеспечить Казанский рынок на все 100%. Тем не менее, ситуация на рынке остается крайне неоднозначной. С одной стороны, есть монополизм в виде поставщика-производителя дочерней национальной компании «Кастрансгаз Аймак». С другой стороны, нет никаких альтернатив, при том, что авиационный рынок Казахстана не так загружен в сравнении с рынком Германии, например. То есть, там выше спрос, но при этом цена в 2-3 раза ниже, чем представляет, например, цена на авиационный керосин в Казахстане. Скажите, пожалуйста, какая работа проводится Министерством по обеспечению снижения цены на авиационное топливо, поскольку она неконкурентоспособна? И планируется ли Министерством проводиться какая-то работа по созданию альтернатив производителям авиационного топлива в Казахстане? Спасибо. Производителю. Спасибо за вопрос, Тимур. Я, как ранее отметил в своем докладе, в данной сфере эта переработка нефтепродуктов не входит в мою компетенцию. Если можно, вы можете данный вопрос письменно запросить, и мой коллега, наверное, ответит вам. Да, Тимур, мы можем переслать ваш вопрос в пресс-службу Министерства. У вас еще есть вопросы? Хорошо, спасибо. Вопросов нет. Спасибо. С нами на связи Тамара Валь, власть КИЗ. Тамара, здравствуйте. Здравствуйте, меня слышно? Да, да, слышно. Можно громче. У меня первый вопрос уточняющий. Вот сейчас вы сказали по углеродному налогу, что в случае чего, то есть, Казахстан будет рассматривать экспорт в другие страны. Какие страны это могут быть? Мы пока рассматриваем, но будем рассматривать, конечно, и альтернативные варианты. Пока я не могу вам сказать. Я вначале при ответе сказал, что данный вопрос не входит в мою компетенцию. Я вот в начале своего доклада отметил, что, в частности, недропользование, развитие газового рынка, развитие местного содержания и непосредственно государственный контроль в сфере недропользования и углеводородов. Спасибо. Скажите, пожалуйста, будет ли заморожена доля биржевых продаж жиженого углеводородного газа в этом году на 50% от объема поставок на внутренний рынок, как об этом сообщали в ЗРК? Спасибо за вопрос. Я хотел бы ответить. В данном случае, как в своем докладе я сказал, у нас, согласно поручению главы государства, до конца года предполагается 80% всего газа, производимого в Казахстане, который непосредственно должны вывести на электронной торговой площадке. 20% это остается для производства нефтегазохимии и для групповых резервуарных установок. План такой, что до конца года 80% полностью перейдет на электронной торговой площадке. Спасибо. Повлияют ли такие факторы, как прогнозируемый энергопереход на зеленую энергетику во всем мире, пандемия, падение спроса на углеводородное сырье, на долгосрочные планы по развитию недропользования Казахстана и на планы по добыче сырья? Вы хотите, чтобы я планы озвучил? Да. Я правильно понял? Повлияет ли. Повлияет ли. Спасибо за вопрос. Повлияет ли как? Повлияет ли, если правильно, просто здесь связь очень плохо слышно, повлияет ли пандемия и дальнейшее ограничение на добычу газа в Республике Казахстан? Я правильно понимаю? Не только пандемия, но в целом падение спроса на углеводородное сырье. Энергопереход планируемый на зеленую энергетику. Как повлияют на долгосрочные планы по развитию недропользования и планы по добыче сырья? На сегодняшний день, как я отметил в своем докладе, на балансе у нас находится порядка 3,8 триллиона газа. Если по нефти говорить, это порядка 5 миллиардов тонн извлекаемых запасов находится в наших недрах. И наша задача до начала эры декарбонизации постараться максимально с пользой для экономики и для страны извлечь. Как с применением современных технологий, с минимальным воздействием на окружающую среду, это уже задача Министерства энергетики. Так что у нас в результате тех беспрецедентных действий в отношении мер, которые мы принимаем в отношении привлечения инвестиций в георазведку, рассматриваются различные преференции. Мы хотели бы по максимальному до введения данных ограничительных мер извлечь данные недра на поверхность, чтобы они участвовали в экономике нашей страны. Спасибо. Рахмет, Тамара. Следующий вопрос. Наубед Бесенов, Bloomberg News. Какие новые проекты собираются запустить и когда? Новые проекты – это в отношении недропользования? Да, спасибо за вопрос. Нубед, хотелось бы отметить, в отношении недропользования. На сегодняшний день национальная компания «Казмогаз» выразила намерение, воспользовавшись своим приоритетным правом, взять месторождения «Халамхаз», «Хазар» и «Ауэзов». Данному блоку месторождений потенциально выражает интерес гиганты нефтегазовой отрасли, которые хотят на сегодняшний день начать разработку. По разведанным запасам это порядка 80, по извлекаемым запасам это порядка 87 миллион тонн и по газу порядка 86 миллиардов кубических метров. Это вот то, что на казахстанском секторе Каспийского моря сейчас, который ожидаем в ближайшее время проекты. В отношении газоперерабатывающих мощностей, как вы сами знаете, на Хашагане начало строительство газоперерабатывающего комплекса производительностью 1 миллиард кубических метров, который должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году. Последующие за счет развития данной производства будут увеличены в 2026 году до 3 миллиардов. Ну, это на сегодняшний день наиболее такие крупные проекты, которые у нас имеются. Рахмет. Жумабай, Габасул, алаңымызға келіп, осыне маңыздах парадтырмен бөлісткеніңіз үшін ауыз білдереміз. Бұл бізге келіп түшкен бүгінгі сұңғы сұрақ болатын. Күрметті көрермендер, келесі кезескен ше аман сау болғыңыздыр. Рахмет. Рахмет.